Ну а в зооуголке детского парка настоящий бэйби-бум. Этой весной здесь уже родились пони и староусёнок. В эти выходные посетителям впервые покажут двух львят, которым нужно будет придумать имена. Подробности знает Татьяна Шаманаева. В этот раз у старожилов зооуголка Марта и Барона родились двое мальчишек. В эти выходные львят впервые покажут всем, кто придёт на экскурсию в зооуголок. Наши долгожданные новорожденные, к сожалению, когда пять месяцев назад у нас родилась львица, мы её забрали поздно и не успели с ней поиграться. А с вот этими двумя близнецами уже можно играться. Конечно же, царапины чуть больше, чем от домашней кошечки, но всё равно. Имена малышам будут придумывать симферопольцы. В воскресные дни в зооуголке будут стоять специальные корзинки, куда каждый может бросить записку с предложениями. Мы строим сейчас большой вольер, куда переведём наших всех львов. И поэтому у нас освободятся вольеры, где им будет комфортно и хорошо. В симферопольском зооуголке живут семь львов. Двое малышей – хорошее прибавление. Ведь сейчас уже в десяти африканских странах эти благородные кошки на грани исчезновения. Численность львов в дикой природе в Африке уменьшилась за последние 10 лет на 50%. Если дальше так пойдёт, то львов мы будем видеть только вот так, в зооуголках или зоопарках. Татьяна Шмонаева, Игорь Романенков. Время новостей.